Масштабное озеленение. В прошлом году глава государства Касым Жомар Тукаев поручил высадить на территории лесных фондов страны 2 миллиарда деревьев. Для осуществления экопроекта утверждены пятилетние комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения во всех регионах страны, в том числе и в нашей области. Более подробно о реализации поручения главы государства в регионе узнавала Аделя Кжаркенова. Как известно, Казахстан – малолесное государство. Общая площадь лесов и земель, представленных для лесного хозяйства – 30 миллионов гектар, а это всего лишь 11% территории страны. В связи с этим Министерство экологии и областные акиматы приступили к пятилетнему проекту по масштабному озеленению и улучшению экологического фона. Как оказалось, процесс высадки деревьев нельзя назвать простым. Для начала нужно получить качественный лесопосадочный материал – семена. Их выращивают в так называемых питомниках. Нашей съемочной группе посчастливилось побывать в одном из них. Это питомник в селе Междуреченск и Лийского района. В текущем году на территории области были высажены семена на более чем 15 тысячах гектарах земли. Кроме того, активно ведутся работы по подготовке безопасного посадочного материала. В Алматинской области действует 30 питомников по выращиванию семян разных видов деревьев, откуда мы и берем семена. В питомнике Междуреченска занимаются выращиванием таких семян и саженцев, как саксаул, туя, сосна, карагач и яблоня сиверса. За саженцами вручную ухаживают специалисты и агрономы. Поэтому деревья хорошо приживаются и обеспечивают более быстрое формирование леса. За последний год с питомников области было собрано более 24 тонн лесных семян. В текущем году в питомнике была проделана большая работа для получения качественных саженцев деревьев, которые в будущем будут обогащать наш лесной фонд. Мы провели систему капельного орошения. Для этого установили вот такие резервуары с водой. Был построен специальный амбар для хранения семян. Также у нас имеется лаборатория в городе Алматы, где проводятся селекционные работы. Для осуществления масштабного проекта по увеличению лесных фондов из республиканского бюджета было выделено более 1 миллиарда тенге. Кроме того, для работ по посадке деревьев и приобретение необходимой техники из местного бюджета было выделено еще порядка 3 миллиардов тенге. В рамках финансирования уже приобретено 9 тракторов, 9 грузовиков и 4 пассивные машины. Работы по озеленению в регионе будут продолжаться до 2025 года. Субтитры создавал DimaTorzok